Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Минувшая праздничная неделя подарила нам массу положительных эмоций. Впрочем, начнем программу с выступлением молодежных составов. Резервисты пока не радуют. Встреча с Териком стала для молодежного состава Крыльев матчем упущенных возможностей. Самарцы остро действовали в атаке, создавали моменты, но довести дело до положительного результата не смогли. Все старания гостей свели к нулю ошибки в обороне. В первом тайме оборонительные редуты Крыльев дали три пробоины. У хозяев забивали Магомадов, Ахьядов и Муслуев. Единственный мяч у самарской молодежки за несколько секунд до перерыва провел Голенков. Нападающий Крыльев получил передачу от Ахисана, вышел один на один и хладнокровно пробил мимо голкипера. Во второй половине гости пропустили еще дважды. Не успел начаться второй тайм, как ворота Крыльев был назначен пенальти, который четко реализовал Ахьядов. Прошло еще 8 минут, и ворота Данила Ермакова влетел пятый мяч после великолепного дальнего удара Буцуева. До конца встречи счет не изменился. Крылья терпят поражение в Грозном и остаются на последней строчке в таблице. А вот основной состав Крыльев продолжает удивлять в самом приятном смысле этого слова. Все знают, как непросто любой команде играть в Грозном. И тем не менее, самарцы сумели справиться и с психологическим давлением, и с непростыми тактическими задачами. К поединку с Териком футболисты Крыльев-Советов проходили подготовку не только на поле клубной базы. За пару дней до вылета в Грозный самарская команда в полном составе сыграла в боулинг. Съемочная группа футбольного региона стала свидетелем необычной тренировки. Самые яркие кадры с мини-турнира по метанию шаров вашему вниманию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С дорожек для боулинга переходим к турнирному положению. Борьба за место под солнцем в премьер-лиге накалилась до предела и вышла на финишную прямую. Подопечные Франко Веркаутерона к игре с седьмой командой чемпионата подошли с мощным настроем. Футболисты и тренеры прекрасно помнили матч первого круга, когда самарцы уступили Терику на последних минутах. С мотивацией перед матчем у самарской команды было все в порядке. Настораживала только ситуация с травмированными. Сергей Корнеленко продолжал курс восстановления в Самаре, а в день поединка стало известно, что на Ахмат-арене не сыграет Георгий Габулов. Теперь к хорошим новостям. Всю неделю в общей группе Укрылев тренировался Дмитрий Яченко. Поначалу тренерский штаб Волжан решил задействовать защитника в матче младежных команд, но потом от этой идеи отказался. Решение приберечь Яченко себя полностью оправдало. В игре с Териком он вышел на поле в самый ответственный момент и не подкачал. Первый тайм прошел с огромным территориальным преимуществом хозяев. По традиции атаками грозненцев дирижировал Олег Иванов. Гости плясать под дудку соперника отказались наотрез и полностью зависели от руководителя своего оркестра Иоанна Мало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Острые подачи в штрафную в исполнении француза стали для Терека непростым испытанием. Две из них обернулись опасными моментами, в которых Крыльям не хватило финального аккорда. В первый раз на 35-й минуте сфальшивил Павел Яковлев. После навеса от Мало форвард Крыльев из убойной позиции не смог пробить головой и нанес удар плечом. Защитники Терека и Галкипер в этот момент оказались в роли статистов, которые с облегчением наблюдали, как мяч летит над перекладиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под занавес тайма забивать мог Яхович. Крылья снова подвела точность. Македонец опередил Галкипера Терека, но послал мяч выше ворот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хозяева поля за первые 45 минут могут поставить себе плюс только за владение мячом. По этому показателю Терек превзошел соперника почти в два раза. А вот в атакующих действиях грозницы выглядели намного хуже Крыльев. Как итог, ни одного опасного момента у ворот Лория. Впереди у команд был второй тайм. Он-то и расставил все на свои места. После перерыва Терек продолжил пародировать Барселону. Правда, к тотальному владению мячом хозяева наконец-то добавили в агрессию около чужих ворот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На 52-й минуте оборона самарцев прозевала выстрел от Айсати. Мяч от головы Бурлака отскочил под удар полузащитнику, а тот сходу пробил. Удар получился мощным, но бесполезным. Снаряд просвистел рядом со штангой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самарцы после перерыва в своей игре ничего менять не стали. Территориальное преимущество соперника гостей полностью устраивало. Крылья терпели в обороне и больно кусали Терек на контратаках. Ответ на удар Айсати получился у Волжан в разы опаснее. В следующей же атаке Мало выдал передачу-конфетку на Милана Родича. Защитник опередил своего коллегу по амплуа из Грозного и головой послал мяч мимо дальней стойки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вину за упущенный момент Родича скупил на 64-й минуте. На этот раз Милан блестяще справился с ролью ассистента. Сер по образу и подобию Мало, словно рукой закинул мяч в штрафную. Адис Яхович находился именно там, где нужно. Красивый удар головой, мяч в сетке, Терек в шоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играть оставалось четверть часа. Хозяева бросились спасать матч и сделали замены атакующего характера. Добывая для своей команды хотя бы ничью, в нападение отправились Мбенги и Лебеденко. Ответ от Крыльев не заставил себя ждать. Оборонительные редуты самарцев укрепил Дмитрий Яченко. Перестановки на поле Тереку не помогли. Силы хозяев были на исходе, и задача взломать оборону Крыльев превратилась для них в сложное уравнение. Самарцы действовали спокойно, без лишней суеты. Омрачило гостям концовку встречи потери Яховича. За три минуты до окончания основного времени форвард получил травму и покинул поле только при помощи электромобили. Автора единственного мяча заменил Джанни Бруно. Однако времени на то, чтобы проявить себя, у бельгийского хавбека не было. Оставшиеся минуты Терек, как и подобает, провел за финальным штурмом. Гости ворота своей крепости оставили на замке и спокойно довели дело до восьмой победы в сезоне. Терек потерпел только второе поражение на своем поле по ходу турнира. Самарцы продолжают чеканить сенсации, набирать очки и не проигрывают уже в пяти матчах подряд. Мечта о попадании в десятку сильнейших клубов чемпионата стала для них еще ближе, а зона стыковых матчей еще дальше. Очередной шаг к своей цели Крылья постараются сделать на Металлурге 6 мая. Самару, пожалуй, туфа, на которую команда Франка Веркаутерна держит зуб с прошлой осени. Взять реванш за обидные поражения в первом круге и продолжить подъем в таблице – это для Крыльев будет дело принципа. После победы в Грозном Крылья отмечали очередной день рождения в прекрасном расположении духа. «Разделить праздник» самарские футболисты и тренеры в этом году решили со своими болельщиками. День рождения клуба футболисты, тренеры и руководители Крыльев Советов отметили вместе с болельщиками. Сразу после дневной тренировки Крылья отправились на набережную Волги, где около памятника князю Засекиной их ждали около 600 поклонников. Первый раз такая встреча, наверное, в день рождения клуба. И я, конечно, очень приветствую такие идеи, такие мероприятия. И, наверное, это не только для болельщиков, а для футболистов большая радость – встретиться с людьми, поговорить, просто перекинуться. Пару вещей люди что-то пожелали, с чем попоздравили. То есть команда сейчас неплохо выступает, и, наверное, это тоже большая заслуга болельщикам. Очень рады быть в Самаре. Такой день – специальный день. Рады быть здесь. День на день. Я желаю много победы. КОНЕЦ КОНЕЦ Желаю прогрессировать в клубах. Желаю, чтобы клуб радовал болельщиков, и мы, в том числе, футболисты. И болельщики всегда оставались, независимо от киевремного клуба. Встреча продолжалась около часа. За это время футболисты и тренеры ответили на огромное количество вопросов, раздали множество автографов и провели фотосессию. В конце общения игроки пригласили болельщиков на матч с Уфой, который пройдет в Самаре 6 мая. Сегодня для всей команды, для клуба и для болельщиков большой праздник, с чем я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех присутствующих и всех просто людей, кто имеет какое-то отношение к команде. Ну и, наверное, пожелать успехов всем нам и дальнейших побед. 74 года назад предшественники современных крыльев провели свой первый матч на стадионе «Локомотив». Историческая реконструкция этих событий уже становится приятной традицией. «Локомотив» Праздник футбола на стадионе «Локомотив», который состоялся в рамках проекта «Самара. Запасная столица» получился с размахом. На территории спортивного комплекса в течение всего дня функционировали спортивные площадки, работали военные выставки, а на поле один за другим проходили матчи корпоративного турнира среди ведущих компаний Самарской области. Замечательный турнир, вообще идея прекрасная. Я в прошлом году приходил сюда как болельщик, смотрел на реконструкцию этого замечательного матча, то есть в день рождения любимой команды. В турнире приняли участие 8 команд. Одним из его открытий стала сборная телеканала «Губерния». Команда журналистов успешно прошла групповой отбор и вышла в полуфинал, где в серии пенальти уступила сопернику из компании «Данон». Упустив путевку в финал, игроки «Губернии» нашли в себе силы на поединок за третье место и не подкачали, одержав победу над командой «Комус», завоевав бронзовые медали турнира. Хорошо сыграли в группе с первого места, вышли в полуфинале, в основное время сыграли в ничью с сильнейшей тоже командой «Данон». И в серии пенальти, пенальти, как принято считать, действительно лотерея, повезло больше им, ну, значит, они были сильнее минимум в этом компоненте игры. Ну и в матче за третье место, если честно, уже сил было не так много, додержались как-то вот на зубах, на воле характера. После турнира на «Локомотиве» прошел необычный матч. Именно в этот день, 74 года назад, в городе на Волге состоялась первая встреча сборной железнодорожников и команды авиационных предприятий, которая впоследствии получила название «Крылья Советов». В честь этого исторического события на поле вышли команды РЖД и сборные предприятий авиакосмического комплекса. В прошлом году встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 4-0. К очередной встрече авиаторы подошли с огромным желанием взять реванш и добились своего. Благодаря мячу, который был забит в конце первого тайма, успех праздновало сборное предприятие авиакосмического комплекса. Отдалеть Уфу и забыть о борьбе за выживание. Вот задачи «Крыльев Советов» на ближайшую неделю. Удастся ли самарцам ее выполнить, расскажем ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. Смотрите нас на сайте телерадиокомпании «Губерния» и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока! Субтитры подогнал «Симон»